Продолжение следует... Дальше будем двигаться. В следующий раз мы уже мягкофотонное приближение начали. Мы остановились на том, что для комптоновского растения, как раз у доски был квадрат матричного элемента, представляется в виде суммы четырех слагаемых. Я здесь уже скобки раскрыл в этих слагаемых, которые у нас были написаны. Причем они попарно объединяются в группы, и внутри каждой пары второе слагаемое находится из первого замены S на U. Поэтому нам достаточно посчитать только два следа. Я их обозвал функцией G и функцией F. Два следа посчитаем и найдем квадрат матричного элемента. Давайте. Наша программа какая? Найти квадрат маточного элемента и найти полное сечение сегодня. Немножко так, может, нудновато, но уж давайте все-таки потерпите. Не боги горшки обжигают, поэтому нужно следы тоже уметь считать. Давайте как сделаем? Давайте для ускорения процесса один след я посчитаю, а вы будете внимательно следить и вопросы задавать, если вдруг еще непонятно. А второй след кто-нибудь из вас посчитает. Хорошо? Чтобы быстрее было. Значит, у нас есть две функции. Есть функция F, это один след. Вот этот. Да, и функция G, это вот этот след. Ну, давайте я функция F посчитаю. Ну, что здесь? Кстати, Евгений справедливо там заметил, ну, что мы там везде ковариантности не соблюдали индексов. Ну, у нас всегда, если бы есть повторяющийся индекс, то один из них верхний, другой из них нижний. Да, покуда мы в общую теорию относительности не уходим, где метрика нетривиальна, то в дальнейшем можно на это особо внимания не обращать, но, конечно, полезно, чтобы всегда индексы были правильно написаны. Поэтому, если вы все в тетрадках пишите, то уж лучше пишите один контр-вариантный индекс, другой ко-вариантный индекс. Окей. Ну, что делаем? Давайте след смотрим. Функцию F считаем. То есть это будет след, и я отдельно след рассмотрю без этого множителя. След. Вот у меня есть здесь два слагаемых, и здесь два слагаемых. Ну, вот я с кубки раскрываю. То есть все достаточно прямолинейно. А вы тоже это делаете. Желательно на доску так поглядывайте, ну, просто чтобы у вас навык вырабатывался аккуратных вычислений, чтобы без ошибки все было сделано. Потому что здесь все достаточно тривиально. Единственное, надо вспомнить, вот это, что называется, Дирак Трик. Если у меня есть гамамю, то это чему равно, Леонид? 4. Если есть гамамю, то это чему равно, Воросдат? Минус 2П, молодец. Минус 2П со шляпой. Если есть гамамю, П на К, гамамю, то это Евгений, чему равно? 4ПК. 4 скалярных произведения, да, 4ПК. Ну, и здесь еще понадобится гамамю, А, Б, С, гамамю. Это Ильдар, чему равно? Минус 2ЦБА, да, правильно, молодец. Минус 2 в обратном порядке, ЦБА. То есть вот эти правила, мы с вами их уводили, у нас размерность 4, поэтому никаких довесков здесь нет. Раскрываю скобки. П штрих плюс М, гамамю, К со шляпой, гамамю, первое слагаемое. Дальше идет вот это П плюс М, П плюс М, гамамю, К со шляпой, гамамю. Это первое слагаемое написано, Прибавить второе слагаемое, это на этом. То есть будет 2, П штрих плюс М, гамамю, К, гамамю, умножить. Здесь у меня стоит также П плюс М, двойку я уже вынес, гамамю, П ню, не П ню. Это второе слагаемое. Третье слагаемое, это на этом. Также выношу двойку сразу, стоит П штрих плюс М везде, общий множитель П штрих плюс М у нас. Дальше здесь идет гамамю, П ню, П плюс М, П плюс М, на гамамю, на гамамю, гамамю, к гамамю. Гамамю, к гамамю. Написал это с этим. И последнее слагаемое, плюс 2 на 2, это будет 4. П ню сворачивается, с П ню будет М в квадрате, М в квадрате. Вот, осталось П штрих плюс М отсюда, гамамю отсюда, гамамю отсюда, П плюс М отсюда, П плюс М отсюда, гамамю отсюда. гамамю отсюда. Правильно? Согласны? Просто раскрыл скобки, рассмотрев вот эти 4, 4 слагаемых, да? 4 слагаемых. Окей. Ну, давайте немножко по-человечески, это напишем. Мы помним, что под знаком следа мы можем, у нас же след стоит, да? Можем матрицы циклически переставлять. Циклически переставлять. Поэтому понятно, что, вот скажем, вот эту свертку по мю удобно проводить не для всех вот этих матриц, а перетащить циклический гамамю вот на первую позицию, а потом уже воспользоваться нашими формулами. Правильно? Ну, давайте так и сделаем. Значит, я вот это гамамю циклически перерисую сюда. Гамма, где индекс мю, внизу. Гамамю. Да? Вот так. Здесь, что у меня во втором слагаемом, как его можно немножко упростить? Здесь, ну, просто напишу гамамю с паню, это п со шляпой. Да? Гамамю с паню, это п со шляпой. Я стираю, а вы то же самое еще раз перепишите, не поленитесь. П со шляпой. Здесь точно так же гамамамю паню, это п со шляпой. П со шляпой. П со шляпой. А гамамю, опять же, удобно циклически перетащить сюда, чтобы здесь было поменьше гамаматрицы между двумя гамамю. Да? Поэтому вот это гамамю переношу в начало. Здесь будет два гамамю. Два гамамю. Вот. Ну, собственно говоря, и все. Окей. Ну, теперь давайте проводить свертку по индексам, какие у нас тут стоят. Первая слагаемая. Я прямо вот сюда вот буду писать. То есть, это у нас будет снова trace. Скобочка открылась. И первая слагаемая. Пишу, во что она перейдет. по индексу ню могу все просуммировать. Правильно? По индексу ню просуммирую. Это будет 4М 4М минус 2П' со шляпой. 2П' со шляпой. Это я по гамамю просуммировал. Дальше пошло К со шляпой. Здесь по индексу ню можно просуммировать. Будет 4М 4М минус 2П' со шляпой. 4М минус 2П' со шляпой. И еще одна К Для второго слагаемого тоже гамамю надо было мне сразу сюда перетащить, чтобы П' плюс М упростить. Тоже гамамю сюда опишу. гамамю и упрощаю. И что здесь будет? Плюс. Второе слагаемое перейдет здесь была двойка. А 4М минус 2П' это вот эта матрица, да? Осталось К на П на П' плюс М. К на П на П плюс М. И последнее слагаемое, предпоследнее, пардон, снова 2. Здесь стоит 4М минус 2П' опять на А здесь П плюс М на П на К. И, наконец, последнее слагаемое 4М квадрате. 2П' сразу можно было помимо просуммировать, а можно было так же циклически перетащить. Ну, не принципиально. Давайте допишем, как это П' 3 плюс М. А здесь останется 4М минус 2П' со шляпой. 2П' со шляпой и скобка закрылась, да? Вот так. Согласны? Че ли они такого веселого? Все правильно? Вроде правильно, да? Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. А что здесь можно для первого слагаемого заметить? Ну, во-первых, под знаком следом мы должны оставлять только четное число гамма-матриц. Правильно? Если кто первый посчитает, поднимите руку, я подойду, посмотрю, если вы быстрее двигаетесь. Четное число гамма-матриц. Кроме того, К со шляпой на К со шляпой это есть что, Сергей, такое? К со шляпой умножить на К со шляпой. Че за матрица будет? Это есть К квадрат, а К квадрат равен нулю. Правильно? То есть К со шляпой на К со шляпой равно нулю. Поэтому вот вклада, например, от этих четырех М вообще не будет. Потому что К со шляпой протаскивается сюда и все. для первого слагаемого остается раз, два, три матрицы здесь. И соответственно только вот эту матрицу и можно взять. Правильно? Потому что если вы возьмете М, то у вас будет трейс от трех матриц, а это есть ноль. Поэтому здесь выживает только вот это слагаемое тоже у вас тоже не работает, тоже не работает, и остается только вот трейс от четырех матриц. То есть здесь будет минус два на минус два это будет четыре P' K P K Вот такое слагаемое там. Дальше двигаемся сюда. Здесь у нас есть опять же та же история. Нечетное число гамма-матриц сразу выкидываем. Например, если отсюда беру M, отсюда KP, отсюда P, то это будет нечетное число матриц, и это будет ноль сразу. Поэтому будет вклад только от масс, то есть это будет плюс 8 M в квадрате от масс, и от вот этих четырех матриц тоже будет вклад. Но здесь на самом деле не четыре матрицы, а всего лишь две, потому что P со шляпой на P со шляпой это есть P квадрат это есть масса правильно в квадрате то есть будет минус вот этот знак минус 4 M в квадрате умножить на P K P K это еще простили теперь третье слагаемое все аналогично у нас есть вклад от масс это будет 8 M 8 M умножить на 8 M умножить на что на P со шляпой K со шляпой P со шляпой K со шляпой да 8 M квадрат куда 5 K шляпой идет 4 M и посередине между я их пропустил спасибо да действительно они никуда не делись они здесь есть просто по размерности даже неправильно здесь M квадрат молодец хорошо здесь будет плюс 8 M квадрат K со шляпой P со шляпой совершенно верно вот это никуда не делось здесь точно так же 8 M здесь стоит 8 M P со шляпой K со шляпой здесь тоже такое слагаем 8m квадрат 8m квадрат отсюда и отсюда p со шляпой, k со шляпой такое тоже есть и есть с четырьмя матрицами 1, 2, 3, 4 и оно тоже реально не с четырьмя а только с двумя поэтому будет минус 4 минус 4 минус 4 p со шляпой на p со шляпой дает m квадрат m квадрат остается p штрих и k p штрих и k p штрих и k правильно? и последнее слагаемое плюс что такое здесь у нас будет здесь будет от m у меня будет 16m в четвертой 16m в четвертой и и от p p на p то есть будет минус 8 минус 8m квадрат умножить на pp штрих pp штрих pp штрих вот так вот правильно? ну все, теперь этот след можно след аккуратно аккуратно почитать во-первых, мы видим что здесь вот вот эти слагаемые вообще дают одно и то же правильно? второе и третье вот, а здесь стоит след от четырех четырех гамма-матриц это мы с вами знаем то есть берем след это будет 4 4 считая вот этот вот этот след слагаемые вот такого перекрестного типа зануляются правильно? потому что здесь будет k в квадрате остается такое-такое и такое-такое да? видно, что это два одинаковых слагаемых то есть будет 8 p штрих k скалярное произведение на pk 8p штрих k на pk вот идем сюда это дает и то и другое дает одинаковый вклад поэтому второе и третье слагаемые сразу сразу пишем здесь будет плюс 16m квадрате 16m квадрате на kp kp минус 8m квадрате 8m квадрате на p штрих k p штрих k минус 8m квадрате p штрих k прибавить 16m в четвертый 16m в четвертый и там будет отнять 8m квадрате p p штрих отнять 8m квадрате p p штрих и скобочка закрылась скобка закрылась написал правильно теперь давайте выразим нам нужно все выразить через варианты s и u потому что именно в них удобно происходит вот эта замена позволяющая из одного слагаемого в квадрате маточного элемента получить другое слагаемое как что вот это ну у меня след след от четырех матриц это что такое будет вот этот след это будет четверка общая умножить спаривание это с этим это с этим то есть это будет п штрих к на пк прибавить спаривание это с этим это с этим это снова будет п штрих к на пк для крайних да и минус это с этим это с этим пп штрих на к в квадрате правильно к в квадрате равно нулю поэтому это просто удвоилось но удвоилось вот я вместо четверки написал восьмерку да 4 скалярных произведения четверку четверка везде возникает когда я след беру потому я ее сразу сразу не снаружи да то есть от следа четверка вот она общая больше нету правильно все давайте дальше двигаться п штрих к это что такое у нас есть с вами инварианты с т и у да давайте напишем то есть с это есть п плюс к в квадрате то есть это есть м в квадрате плюс два пк два пк вот у нас с вами пк здесь вот возникает пк это есть с минус м квадрате пополам и вот здесь тоже возникает это есть тоже с минус м квадрате пополам дальше у нас есть вариант у который есть п минус к штрих в квадрате или он же есть п штрих минус к в квадрате то есть это равно с одной стороны м квадрат минус 2 пк штрих с другой стороны это есть опять м квадрат минус 2 пк м квадрат минус 2 пк Вот у нас P'K Возникло здесь То есть P'K это что такое? Это есть M квадрат Минус U поделить на 2 P'K вот это И вот оно еще здесь P'K 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 Здесь вот штрих забыл P'K Это есть Опять M квадрат Минус U поделить на 2 M квадрат минус U Поделить на 2 Что у нас еще? Какие есть варианты? P'K' есть У нас есть вариант T Который есть P минус P'K Квадрате А K'K' у нас ушел К'K' у нас нигде нету Здесь К'штриха нигде нету К'штриха у нас нигде нету Только K' Что? Не понял К'штриха нету К'штриха нету К'штриха нету У нас просто в этом следе Там штрихованного K' в принципе нет Есть только P'K' К'штриха здесь Получается, что это есть 2M квадрат минус 2 P' Соответственно, P' Это есть 2M квадрат минус T Поделить 2M квадрат минус T Поделить на 2 2M квадрат минус T Поделить на 2 Ну все, переписываем Что у нас с вами получилось Получилось 4 наружу вынесли Так, здесь 2, 2 сократилось Осталась двойка Двойка S минус M квадрат Умножить на M квадрат минус U Это первое слагаемое Плюс 8, 8M квадрат Умножить на S минус M квадрат Минус 8 Минус, если уже не 8 будет Здесь будет 4 Минус 4M квадрат Умножить на M квадрат минус U Плюс 16M в четвертой Минус опять 4M квадрат А здесь стоит 2M квадрат минус T Вот так Не след закрылась Не след, большая скобка закрылась Вот такое выражение получилось Такое выражение Ну немного упростить его можно Мы с вами знаем, что S плюс T плюс U Это есть 2 сумма квадратов всех масс Частиц, да? У нас 2 из них массивные И 2 без массивные Поэтому просто 2M квадрата будет 2M квадрата Соответственно, вот эти слагаемые Вот эта слагаемая И вот эта слагаемая Смотрим на них внимательно Они нам дают минус 4M квадрата Общим множителем А здесь стоит Что такое? Стоит 3M в квадрате 3M в квадрате Минус U минус T Минус U минус T Правильно? Минус U минус T Это есть что такое? Это есть минус 4M квадрата Умножить на одну массу Я здесь оставляю Будет M квадрат М квадрат Минус S Правильно? M квадрат плюс S Да? Минус S M квадрат плюс S Вот так Ну вот чтобы Как-то единообразно С вот этим выражение выглядело Я так напишу Я напишу Чтобы здесь было S минус M квадрате В скобках Минус 4M квадрате Здесь будет S минус M в квадрате Да? И я должен от этого Отнять 8M в четвертой Правильно? Чтобы ничего не изменилось Раньше было минус 4M в четвертой И здесь тоже должно быть Минус 4M в четвертой Такое преобразование сделал Да? То есть в конечном итоге У нас с вами что получилось? Обратите внимание Что вот это слагаемое Теперь После упрощения Стало таким же Как вот это Да? Таким же как вот это И в конечном итоге Наша функция Наша функция F Она у нас где написана? Вот она у нас написана Да? Ровна Пишем для нее ответ Сюда Ответ для нее пишем Здесь была четверка в знаменателе И четверка перед следом Сократились эти Да? Осталось единиться на С минус M в квадрате Все в квадрате Умножить на Вот такую скобку А в скобке что стоит? В скобке стоит Стоит Сначала М в четвертой Собираем Из 16 в четвертой Здесь Минус 8 в четвертой То есть останется 8M в четвертой Да? Теперь С минус M в квадрате Собираем Здесь было 4M в квадрате А здесь Минус 8M в квадрате А здесь минус 4M в квадрате Останется 4M в квадрате Плюс 4M в квадрате Умножить на С минус M в квадрате Ну и последнее слагаем Последнее как есть, так и есть Только давайте знак минус Я из него вытащу Будет S минус N квадрат Множить на U минус N квадрат Окей Ну и окончательно Просто чтобы единообразно Потом все записывать Давайте подчленно разделим То есть наша функция F от SU Получалось так Имеет смысл подчленно Ну ладно, пусть будет Можно двойку вынести Общую Будет 4M в четвертый Поделить на S минус N квадрат Все в квадрате Это от первого члена Прибавить 2M квадрате на S минус N в квадрате И отнять U минус N квадрате Поделить на S минус N квадрате Вот наша функция F такая получилась Двойку я наружу Двойку наружу То есть функцию F мы с вами нашли Нашли Правильно? У всех совпало Вопросы есть какие-нибудь? Давайте на всякий случай проверим Чтобы у нас все было Все было аккуратно Двойку вынес То есть будет 4M в четвертый Минус это и плюс это Да, все правильно посчитали Это мы первый след посчитали Понятно, да? Все напрямую То есть просто перемножаем и все Давайте так же быстро и аккуратно Кто-нибудь из вас посчитает Я это сотру У всех это есть Окей Давайте в такой же манере В доске кто-нибудь хочет пойти? Так Давайте вас и даром Вылогу, чтобы все Чуть-чуть подослее было А он в принципе отличается То, что К заменить Но Нет, не совсем Почему? Вот мы сейчас Вот этот след смотрим Да? Ж То есть F я стираю Мы его посчитали F стираю Стираю аккуратно Да? Здесь У вас было раньше K И здесь K было Правильно? И индексы Миню-ню-ню по-другому были Миню-ню по-другому было еще Вот А здесь теперь K Здесь K-штрих Поэтому он в некотором роде сложнее То есть здесь еще K-штрих появится Да? Ну точно так же У нас есть 4 слагаемых Раз, два, три, четыре Ну вот их аккуратно Аккуратно раскрываем Да? Так По отдельности Каждую преобразуем Выпишем, что получится Так Я место освобожу О, два, три, четыре Спасибо. Значит, это на это, да? П' двойку сразу вынесли. П' плюс М, Гамо мю, К, Гамо ню, П плюс М, Гамо ню, Пш, Пмю. Окей. Здесь, П' плюс М, это что такое? А, минус, минус, это с этим, да? Гамо мю, К, Гамо ню, П плюс М, Гамо мю, К, Гамо ню, Окей. Дальше снова с знаком плюс у вас и четверка. Сейчас. Это четверка, да? Четверка, да? П' штрих плюс М. Хорошо. Гамо мю, П, Ню. Еще раз, быстро сами проверьте, чтобы все было четко. Гамо ню, П, Мю. Да? И последнее минус. Двойка, Пштрих плюс М, Гамо мю, П, Ню. П плюс М, Гамо мю, К, Гамо ню. Угу. Окей. Упрощаем, да? Здесь сразу стоит. Во-первых, собираем сразу, чтобы поменьше писанины было. Да, вот Гамо мю, П, Мю, это есть П со шляпой, да. То есть здесь будет 2, Пштрих плюс М. Ага, а здесь вы хотите, то есть П со шляпой К написали. А вот здесь вот… П со шляпой здесь. А здесь проводим суммирование, да, по индексу ню. Угу. То есть это что такое? Скобочку открываем. По индексу ню суммирование здесь проводим. Так, будет 4. Да, будет 4 массы минус 2 П со шляпой. Угу. Да, это наше первое слагаемое. Давайте второе смотреть. Во втором, что-нибудь здесь можно с чем-нибудь свернуть? Перетащить, если что. А как вы перетащите? Кого перетащите? Ну, можно гомо ню перетащить. Ну, тогда можно гомо ню перетащить, но тогда вам сначала нужно гомо ню перетащить, ка штрих перетащить, а потом гомо ню, да. В этом смысле проще сразу по ню свернуть. Ну, вот давайте по индексу ню здесь тоже проведем суммирование. Здесь знак минус у нас, не забываем. Минус, да. То штрих плюс М, гомо ню, ка со шляпой. А здесь проводим суммирование. Значит, смотрите, какие у вас члены есть. И с массой, и с двумя гомоматрицами, и с тремя гомоматрицами. Да? Вот член с массой нам что даст? Ну, просто 4М. 4 на что? На К. Ну, 4М на К, на гомомю на К штрих. Нет, вы по ню уже просуммировали. Вот у вас, смотрите, две матрицы, да? Да. Две матрицы здесь, что я? Две матрицы. Это уже не матрица, это скалярное произведение, да? Останется. С К. С К, да? Да. То есть будет 4М. 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 4М на что? На К. На К штрих. На К штрих. На К штрих. На К штрих. На гамма. Так, да, вот еще. Ну, глядите сюда внимательно. Вот еще раз, вот это соотношение, если я его уберу здесь, а напишу гамма альфа, гамма бета, то здесь вместо скалярного произведения что у меня будет? G. G альфа бета, метрический тензор. Правильно? Гамма альфа на К штрих альфа. Поэтому здесь будет 4М умножить на что? Сразу сверху пробуем. G, там, мю альфа на К штрих альфа. Это будет К штрих. К штрих. К штрих. Ну и что получится-то? Нет, ну будет. Здесь стоит как бы еще гамма альфа на К штрих альфа. Значит, от этого возникнет G мю альфа умножить на К штрих альфа. Это что такое? G. К штрих мю, конечно. Куда ему деваться-то? Этому индексу. Он в К штрих и перекочевал. Да, К штрих мю. Угу. Совершенно верно. Так, а здесь осталось 3 матрицы. Раз, два, три, да? Вы мне сами говорили, что это такое. Это минус два, обратный порядок, да? Так. Два и в обратном порядке пишу матрица. Сначала К штрих идет, потом гамма мю, потом П. Угу. Все, да. С этим слагаемым разобрались. Здесь проще. Здесь, во-первых, вот это сюда, да? То есть, П со шляпой будет, да? Ну и. Давайте его сотрем. Здесь, здесь напишем П со шляпой. П со шляпой. Угу. Здесь гамма. Гамма ню. А, гамма ню, оно тоже сюда перекочевало. Только не сюда, а наоборот. Я матрицы не могу таскать. Сюда. Почему сюда? Наоборот, матрицы я не могу переставлять. Я могу П числа переставлять. Поэтому здесь вот будет П со шляпой, да? Здесь будет П со шляпой. П со шляпой. Но такое количество П можно тоже упростить, правильно? Вот это П, оно коммутирует с П плюс М, очевидно. Можно его сюда протащить, и П квадрат даст М. То есть будет со знаком плюс, да? Давайте подчеркнем, что у нас плюс здесь. Ага. Плюс четыре М квадрате. П штрих плюс М. Угу. П плюс М, да. Так, здесь тоже, наверное, можно сначала... Ну, сначала давайте П все в шляпы превратим. Вот это сюда, точнее. Да, то есть перетаскиваем ее сюда. Будет здесь П со шляпой. Рисуйте. П со шляпой. П со шляпой. И по индексу М можем просуммировать благополучно, да? К штрих П. П. Минус два. Минус два. Минус два. Семь. Ага. то есть бы 4 минус 2 p со шляпой здесь к стрих по осталось да как было к стрих а замечательно какие троиски сюда дальше двигаемся теперь как мы двигаемся но из этого всего выбираем где четное число гомоматриц есть смотрим на первое слагаемое когда все вот когда да все гомоматрицы это 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 и это окей пишем давайте трейс разучились трейс из кубочки коэффициент у нас какой есть будет здесь 2 и здесь минус 2 то есть будет минус 4 минус 4 идет по штрих пк да вот такая вот штука дальше где еще четное число гоматриц образуется и да если массы взять здесь будет 8 действительно 8 м квадрат и p на к да отлично еще будет учетное число все больше не будет да потому что если весь возьмем так то все отлично вот это слагаемое вот это слагаемое можно это че такое а это касса шляпа лябка касса шляпа но последовательно здесь два члена вот один и второй пишем но значит у нас вместо гамма мю возникнет как к к штрих сошли к штрих со шляпой до тряпку к штрих со шляпой здесь еще было к и еще 4м общем коэффициентом ну или туда можете написать как хотите минус 4 масса до минус 4 и вот здесь вот но здесь давайте помимо суммирования все-таки проведем есть минус минус даст дадут нам плюс по штрих плюс м останется да здесь сколько матриц матриц у нас подгам 2 да то есть это будет что двойка и из этой из суммирования помню четверка то есть общая восьмерка будет правильно здесь был минус здесь знак минус общим будет знак плюс 2 на 48 ну вот это как было так и стал останется до по штрих плюс м8 во что они перешли касса шляпа на к штрих со шляпой скалярное произведение как а штрих как а штрих окей и еще поэтому где-то болтается да вот здесь вот так получилось здесь но здесь мы сразу оставляем оставляем только четное число матриц да то есть у нас есть 4 4 4 да правильно и общий знак плюда здесь здесь будет минус 8 минус 8 квадрате есть такой теперь выживи только вот этот да совершенно верно и с общим знаком общим коэффициентом плюс 4 до вот так получилось вот на это еще на второе слагаемое смотрим внимательно нам вот вот они нет они но они да они еще не совсем готовенькие вот чтобы был отчетным можно одно выкинуть правильно можно вот это по штрих выкинуть вы можете зачеркнуть его да тогда здесь просто станет сам м и скалярные произведения здесь у кого мы оставляем здесь мы кого выкидываем а нет еще поезда кем выкидываем да вот так вот отлично почти все мы посчитали еще можно чуть-чуть немножко упростить так вопрос какой то есть или вы разберетесь локально давайте немного упростил вот смотрите вот есть вот это слагаемое с четверкой и вот это слагаемое с четверкой она отличается тем что у вас в одном случае к в другом случае к штрих у того если отдельно если мы его напишем да это стоит смотрите 4 п штрих п да здесь будет к штрих минус к правильно к штрих минус к со шляпой и по здесь тоже общее а мы знаем из закона просто это можно упростить совсем к штрих минус к через п можем выразить из закона сохранения энергии у у нас к плюс п да к плюс п равняется к штрих минус к штрих минус к да штрих минус к равно п минус п штрих совершенно верно п минус п штрих вот и это приятно почему потому что п она вот умножается сама на себя и дает сразу массу да то есть можно писать что это равно ну прямо сначала подставьте то есть 4 не не отдавать сначала подставьте потом уже будь здесь разные слагаемость здесь по и минус п штрих на и умножить на п еще на то будет 4 квадрате по штрих по да и минус п штрих а сюда входят только по и по штриху то есть немножко попроще стало окей давайте все аккуратно весь наш свет с учетом всех преобразований которые мы сделали что-то будет след подчеркнутые слагаемые у них вот отдельно с вами выписали и рассмотрели пусть а давайте может сразу будем считать след у нас уже осталось их простое число либо два либо 4 поэтому сразу можем след посчитать давайте знак след следа стираем здесь да да здесь здесь та же самая фигня что и у меня было да вот здесь молодец сергей то здесь будут 88 м квадрат и вот это забыли к штрих стоя со шляпой да вот сейчас увидели бы по размерности просто не так да 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 совершенно справедливо все молодец подчеркнутые у нас вот они и мы считаем след при вычислении следа всегда общая четверкого будет возникает поэтому четверку пишем и скобку на отсюда на что будет 4 м квадрате на на п штрих п скалярное произведение совершенно верно от вот этой радости считаем след как от 4 гамма матрицы на п штрих п на п штрих п да есть такое когда вот это с этим это с этим будет какой вклад то же самое то же самое поэтому двойку можно поставить да и осталось только п штрих п штрих и по и по который это квадрат и масло и знак не забываем что знак у нас какой там будет с минусом да да вот так вот давайте скобки сразу раскройте чтобы у нас получилось все то есть будет минус 8 до скалярных произведений минус 8 а там плюс 4 до со знаком плюс дал так это мы разобрались со следом подчеркнутых слагаемых на дальше двигаемся вот мы с этим разобрались теперь сюда двигаемся 8 м квадрат на скалярное произведение пока да окей сюда переходим здесь этого нет осталось минус 4 м квадрат м квадрат на скалярное произведение на скалярное произведение на скалярное произведение мы сразу выносим будет 8 как а штрих по штрих п с этим разобрались дальше двигаемся плюс 4 м в четвертый ага 4 м квадрате по по штрих да тоже со знаком плюс это есть с подчеркнутым разобрались осталось минус 8 м квадрате к штрих п все же не посчитали вперед кто не читает нет давайте прежде чем дальше нам что осталось на инварианты замените все и ответ аккуратно записать упростим типе подобное есть здесь вот эти до 4 ну да вот эти давайте сразу напишем восьмерку да здесь они пусть и как-нибудь их подчеркнут что они подобные мы здесь сразу сотрем и напишем восьмерку 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 еще есть подобные вроде бы нет да вроде бы нет а почему есть и масса в четвертой до тоже удвоится даст тоже восьмерку но отлично давайте последовательно писать по по штриха по у нас кто такой там варианты написаны 2 м квадрат минус ты все пополам да здесь вот это же самое да будет но можете дай может не подписывать лометок понятно то же самое так плана к этому что с минусом квадрате пополам совершенно верно как а штрих раньше у нас его не было сами теперь появился да у нас им вариант да совершенно верно то же самое что варианты только там знака двойка то то есть будет минус минус ты делить там во так а штрих это минус ты пополам на здесь тоже подпишитесь что как а штрих это минус ты пополам п штрих п это вот он у нас к штрих п тоже подписываем квадрат минус у пополам да отлично все аккуратно переписываем они вот смотрите они были вот здесь вот эти слагаемые отсюда и отсюда да мы их объединили в одно вот подчеркнутые эти подчеркнутые мы объединили в одно и воспользовались законом сохранения энергии к штрих минус к заменили на п минус по штрих и у нас осталось только по и по штрих да здесь двойка четверка останется 4 2м квадрат минус ты и на им квадрат еще да и то есть здесь пишем 2 и 2 останется двойка 2м квадрат минус ты квадрате это есть здесь здесь минус 2м квадрате это здесь минус 2м квадрате это здесь минус 2м квадрате а то штрих писали и последняя стала минус 4м квадрате и квадрате и квадрате минус у да 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 окей да давайте сейчас до их можно можно смотрите вот у вас есть вот эти между вот эти вот эти их можно друг с другом собрать да у них общая общая скобка дальше глядите у нас еще вот это соотношение есть да и вот тут он тоже напрашивается чтобы как-то скажем вот это слагаемое с каким можно объединить да с последним до последний надо не страшно мы сначала их объединим до воспользуемся вот ну и собственно и все давайте так и сделаем то есть подчеркнутые слагаем и будем вместе одинаково подчеркнутые будем вместе упрощать четверку выносим сначала фигурным образом подсчетом 4m квадрат выносится да что остается это минус т и плюс он будет то чтобы все сильно как-то здесь везде будет минус т плюс какой-то другой ты сейчас 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 а вот давайте тогда так сделаем вот волнисто подчеркнуты видно что они ничего особо интересного пока не дают да но их можете оставить как вы написали то есть это будет что там 4 м квадрате минус т плюс у и что еще там осталось 84 м квадрате вынесли вот здесь 2 м квадрате осталось это только три двойка и минус минус 1 1 то есть плюс масса да да это мы волнистые рассмотрели теперь давайте вот эти подчеркнуты там что 2 м минус т наверно можно вынести и минус когда вынесли что осталось двойку тоже общую можно вывести но это вообще тогда оставь 2 м квадрат минус т здесь плюс т да да здесь видно попроще как-то стало это есть остальное это это и вот это еще до осталось вот хорошо так это минус 2 да теперь смотрите чем можно сделать ну можно скобки раскрыть да с вот этим как-то преобразовать давайте наверху наверно можете чем стереть или здесь вам место хватит давайте здесь вот отсюда перешли туда перешли туда это двойка у нас такая двойка 2 м квадраты 4 квадрате то есть здесь просто скобки раскрываем на здесь будет 228 плюс плюс 4 м квадрат т до минус 4 м квадрат т да они в принципе сократит сокращаются да так ты у нас есть еще где-нибудь а нам надо от и избавиться чем да он осталось давайте его тогда через вот эту и выразим комбинацию что-нибудь но там вот наверно можно уже все стереть посмотрите где вам удобно здесь давайте здесь от ты мы избавляемся да то есть это у нас а вот эти сократились тоже да действительно здесь еще 4 м квадрат стоит по 4 м 4 здесь минус 4 это тоже слуда те слагаемые которые одинаково сокращается вы их по одинаковые и сокращать это так удобнее просто делать ну на будущее да у нас довольно много много что ушло давайте просто перепишем сначала что осталось можно осталось 44 м квадрат у да отсюда это все ушло все ушло плюс 4 м квадрат с плюс 2 м квадрат на а а ты это у нас что такое 2 м квадрат минус т минус у да 2 м квадрат минус у минус с да да ну ты все пишем ответ для функции же прямо вообще же равно там еще у нее знаменатели какие-то были до же это с у равно четверка сократилась правильно вот была общая четверка и следа и она сократилась действия уже по-другому а правильно 2 м квадрат с минусом квадрате ну можно чтобы также по члены сократить можно отсюда отнять по квадрату массы и прибавить да ну а теперь пишите что да совершенно верно все память что почему двойка не не воде мы сюда отняли м квадрат и прибавили м квадрат а вот это по членам поделили да то есть осталось что единица на с минус м квадрат с сом также манипуляция да то есть отняли м квадрат прибавили м квадрат а здесь отсюда м квадрат отсюда 4 пошел до ой поделить на все вот эту правильно у кого также получилось кто-то самостоятельно самостоятельно кто-нибудь делал вообще потеряли здесь нужно некое такое некая кураться аккуратства во всем этом да вот такой такой ответ получили такой ответ получили давайте весь квадрат матричного элемента напишем сечение полное посчитаем не устали еще нет аккуратно описываем квадрат матричного элемента немного упростим ого 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 Так, я ничего лишнего не стираю, пока нет. Мы, кстати, сами видим, что функция G по SU симметрична. GSU равняется GUS. Получилось так. Так, это все можно тоже стереть. Матричный элемент в виде трейса от произведения двух скобок. И сказали, что первое слагаемое из первой скобки на первое слагаемое из первой скобки дает функцию G от SU. А второе слагаемое из первой скобки и второе слагаемое из второй скобки дает ту же самую функцию G с заменой S на U. Почему? Потому что оно отличается от первого первого только заменой K на K'. А замена K на K'. их это замена отвечает заменен вариант с на n вариант у не аналогично первое второе второе первое так это вы нарисовали а это просто удвоить надо всего да вот такой вот такой вот у нас ответ получился да ну давайте собирать давайте сразу скобки раскройте чтобы он потом все коэффициент прямо прямо здесь не пусть перепишет а вот прямо здесь сделайте здесь двойку заносим да вот эту двойку то есть будет 8 4 4 здесь вообще двойка 8 двойка и здесь то тогда это 4m квадрат внутрь пишем здесь 16 так да хорошо отлично молодец поскольку я ответ знаю вы его тоже знаете из лекции вы помните что там квадрат какой-то был полный квадрат собирался выражение и такое же выражение еще раз возникало вот давайте посмотрим где у нас полный квадрат может это подчеркните это делать еще квадрата есть а вот вот видно что эти слагаемость собираются если 8 м в 4 вынесу они в полный квадрат соберутся правильно а а вот так пишем нет 4p альфа все в квадрате 8 м в 4 а а здесь полный квадрат чего будет с минус м квадрате отлично хорошо дальше еще подобные на здесь есть да вот они есть вот это и вот это и чаще и вот это и вот это отлично опять можно 8 тогда 8 м квадрат вынести до 8 м квадрат если вынесем то останется снова круглая скобка да это и и замечательно и что у нас остались остались не подчеркнутые ну как есть так их и пишем минус что там минус 2 минус 2 на скобку скобки стоит число и обратное число помните мы когда на лекциях про камптон говорили и говорили какое отличие рассеяние на фото на на фермионах на электронах от рассеяние на пенезонах на сколяра да все отличие как раз было ровно вот в этом слагаемом который сейчас льда пишут в этом слагаемом вот для электронов она у нас вот такое получилось да а для пенезонов это что то что было вместо этой скобки что было остальное все равно такое же было и мы это посчитали прямо на лекции двойка была просто вот эта штука была равна двойки двойки то есть для электронов появляет появляется какая особенность смотрите у вас при высокоэнергетическом рассеянии как мы увидим в сечении главным членом становится вот этот член он нам всякие пики пике и дает матричном элементе то есть для рассеяния скалярной частицы у вас матричный элемент был порядка единицы везде там был один плюс косинус квадрате тетов системе отчетов подходящий лабораторной системе да а здесь у нас не так у нас вот этот член может быть может быть большим и он даст будет давать существенный вклад в сечение от него будет логарифм логарифм набираться в полном сечении как мы сейчас увидим да вот такое такое выражение ну все давайте пишем д сегма чему равна д сегма напоминаю это есть матричный элемент посредненный там стоит 64 пи дфи на 2 пи в неполяризованном случае дфи на 2 пи мы всегда интегрируем просто на единицу заменяем единицы на вариант миллера в квадрате и д минус т д минус т напишу так инвариант миллера давайте принятам вверху нарисуем что такое от потокового фактора и ику ну здесь не квадрат сразу пишу что без корни а планка и все в квадрате отлично через наш инвариант это что такое будет почему п и к это же начальная частица это с м квадрате полом и все в квадрате да да подставляем сюда это тоже да в квадрате матричного элемента давайте в 8 так ну смотрите как удобно можем знаете как сделать вот поэтому квадрат матричный элемент уже написали но давайте сразу к нему и подписывать все остальное пишем ты сигма по д минус т где нибудь здесь сигма по д минус т квадрат маточного элемента у нас написан сейчас к нему будем дорисовывать на что там есть 64 пи знаменателе дальше и квадрат знаменателе это что такое с минус м квадрате знаменателе четверка в числителе да да отлично и скобки чё там обычно выносит то я по моему 8 8 8 м какой смысл выносить что-то я не очень понимаю давайте восьмерку просто вынесем восьмерку вынесем матричный элемент он безразмерный да восьмерку вынесем для процесса 2 2 он безразмерно то есть восьмерку здесь стер а здесь будет 1 4 правильно 1 2 1 4 да вот так вот окей и давайте преобразуем здесь коэффициенты что здесь за коэффициенты будут двойка здесь здесь восьмерку просто останется и еще да одно то есть будет ну тогда внизу просто так аккуратненько подпишите что получится то есть общий коэффициент у нас получился 8 и альфа в квадрате поделись на с минус м в квадрате вот так вот все у нас почти все готово с вами чтобы чтобы вычислить полное сечение давайте чтобы вычислить полное сечение перепишем вот в тех тех же терминах которые у вас были раньше и на лекциях и вот может в курсе сербо идем такую безразмерную переменную энергетическую переменную x это есть с минус м квадратик поделить на м квадратик и переменную y которая есть м квадрате минус у поделить на м квадратик у нас с плюс т плюс у равняется двум м квадрате правильно следовательно д минус т это то что у нас фигурирует в сечении равняется д у правильно д минус т равняется д у отсюда просто или что то же самое это есть м квадрате на д минус у нам нужно с вами сообразить в каких пределах меняются в каких пределах меняются наши инварианты вот этот инвариант у нас фиксирован постановкой задачи то есть той энергии пучков электронов и фотонов которые мы их сталкиваем а по у или что то же самое по т мы должны проинтегрировать вот нужно сообразить в каких пределах меняется меняется вот этот y проще всего как сделать у нас некоторые воспоминания с вами были вот если мы находимся в системе покоя электронов исходного здесь налетает фотон с частотой омега рассеивается с частотой омега штрих да тогда инвариант а с у нас чему равен напишите системе покоя исходного электрона инвариант с то есть это п плюс к все в квадрате это что такое будет у нас к напишите п плюс к все в квадрате и чему это равно то есть это есть м квадрате плюс пк а пк будет это омега на омега да, совершенно верно плюс 2 плюс 2 м на омега совершенно верно инвариант у чему равен у это будет п минус к это будет п минус к штрих да, это будет к штрих к штрих ага и это тоже есть м в квадрате а у него частота омега штрих да да, совершенно верно инвариант t инвариант t это есть к минус к штрих в квадрате это что такое 2 омега омега ну и еще что с минусом еще что у них еще пространственные компоненты есть умножить на 1 минус косинус угла рассеяния правильно? это от нулевых компонентов а это от пространственных компонентов вот, совершенно верно вот мы с вами на лекциях получили и отсюда видно что из вот этого соотношения s плюс t плюс u равняется 2m мы можем что сделать выразить частоту омега штрих через косинус угла правильно? ну, можем выразить но, поскольку мы это десять раз сделали то давайте вы в тетрадках сделаете да, давайте быстро выразите давайте выражаем частоту омега штрих через угол рассеяния из вот этого соотношения 2m квадрата видно что сократится, да? То есть мы сейчас что делаем? Чтобы понять, в каких пределах у нас меняется наш инвариант, мы для определенности сядем в какую-нибудь систему отсчета и посмотрим там, в каких пределах меняется инвариант. Сюда омега-штрих находим. А там я не имею в виду, как Т-минус 2. Вот это? Т. Почему? Нет, не лишнее. Ну, Т-это что такое? Минус 2 как оштрих, правильно? Но минус 2 как оштрих, вот эти минус 2 он и написал. Как оштрих, это и есть омега на омега-штрих умножить на скобку 1 минус косинус Т. М омега. Да, отлично. Вот, замечательно. Так и есть. Вот такое соотношение выглядели. Да, сами? Теперь глядим внимательно. Вот частота фотона, она монотонно меняется при изменении тета от 0 до π. Если я от 0 до π буду менять, у меня омега-штрих монотонно будет меняться. При тета равной 0, это будет что? То есть омега-штрих будет равняться омеге, правильно? А при тета равно π, здесь какое-то соответствующее выражение будет. Вот давайте посмотрим, чему равно. А вот когда тета равняется 0, тета равняется 0, чему равен инварианту у будет? У нас стоит m квадрате минус... Минус 2м омега. Минус 2м омега. А это мы можем через инвариант s выразить. Потому что 2м омега это что такое? Это s минус m квадрате, да. Минус 4. Ну только со знаками аккуратно. Минус 4. Сейчас. Это будет s минус m квадрат? М квадрат минус s, точнее? М квадрат минус s. 2м квадрат минус s, да. Правильно. И тогда y к чему равен? Это первый наш предел, да? А это что такое, знаешь, в значениях? x. Это x равняется x. Да. То есть один предел у нас x, когда тета равняется 0. Второй предел, чуть подальше напишите, чтобы места вам хватило. Когда тета равно π. Минус 2м так же. Вот. 2м омега нам нужно заменить на... Да, давайте здесь... Ага, m напишем. И здесь числитель и знаменательный на m еще умножим. Здесь m квадрат, здесь m квадрат. Ага. Да. И 2м омега выражаем через s. s минус m квадрат минус s. Только мак какой? Ну, это как в деле. А, да. 2м квадрат минус s. 2м квадрат минус s. А в числителе? Так, 2м омега. 2м омега это s минус m квадрат. Все, думаю, на m квадрат. Ага. Тогда инвариант... Тогда наш y, да, предельный... Это что такое будет? Вот, петиция, вот... Это что надо... Здесь минус стоит, а не умножьте. Здесь минус. Давайте... Здесь придет еще минус. А, не все правильно. Правильно, да? На m квадрат все поделим. Тогда в числителе у нас стоит... Нам через x надо все выразить. Тогда в числителе прямо стоит x, да? В номинателе вот можете вот эти 2м квадрат написать, как m квадрат плюс m квадрат, да? И вы на m квадрат все поделили. По единице. Единица, да. 1 минус x. Да, правильно, 1 минус x. Вот мы с вами пределы нашли по y. Отлично. Давайте перепишем наше сечение. Вот у нас наше сечение, вот оно написано, да? d минус t мы знаем, что такое. Давайте здесь так аккуратненько все сотрем. Сотрем. У нас получилось, что здесь стоит 8, пи, альфа в квадрате, s минус m в квадрате, все в квадрате. И d минус t, да? d минус t. d минус t. Давайте все выразим через, вот где-нибудь внизу здесь вот, все будем выражать через x и y. То есть наше сечение полное, это есть интеграл от d сигма, да? То есть это будет, пишем интеграл. Выносите. И сразу к x переходим. s минус m в квадрате, это у нас с точностью до множителя размерного массы, это есть x в квадрате, правильно? m в четвертой, да. А по размерности? x это безразмерная переменная, да? Не-не-не, ну где размерность-то у вас была? Как она у вас числитель-то, пускай, поскакала? Не знаю, это поделить, наверное. Просто, даже не думая здесь, просто по размерности. У нас x безразмерная переменная, m в четвертой. Ну, может, сюда его напишите, что ли? Угу, да. x в квадрате тоже за интеграл можно вынести, это константная величина, правильно? То есть единица x в квадрате, да, отсюда. Из d минус t у нас что еще выносится? d минус t. Это m в квадрате в числитель, d минус y, да? m в квадрате в числитель. Теперь из матричного элемента. Точно так же мы в матричном элементе, обратите внимание, если вы m в четвертой сюда запихнете, здесь сразу будет x и y. Поэтому x и y это естественная переменная для этого m квадрата. То есть здесь стоит что? Единица, нет, единица на x. Единица на x плюс единица на y. Все в квадрате, да. Угу. То есть тоже замечательно? Угу. Только аккуратно давайте, Эльдар, аккуратно. Здесь u минус m в квадрате, а у нас y это m в квадрате минус u. Да? Поэтому здесь знак минус будет, да? Угу. Здесь то же самое? Здесь то же самое. И вот это минус 1 четвертая. Это будет минус y на x. Знак минус можно вообще вынести, да? За скобку будет знак плюс. Будет y на x плюс x на y. Видите как? То есть в этих переменных x и y все особо просто выглядит. А пределы? Пределы интегрирования, она в какие? Мы раньше интегрировали. А, наоборот, что-то? О! А, вот у нас тета на плюсах в x. Пределы. Ну, да, правильно. Но у нас в интеграле по t, там как расположен интеграл? Можно особо, да, там стоит d минус косинус тета, правильно? И по d минус косинус тета от минус 1 до 1 мы интегрируем. Вот. Но как можно сразу понять, какой знак? Вообще говоря. Как? У вас сечение это положительная величина, верно? Да, я не помню. Поэтому здесь, вот здесь стоит минус y. Что больше, x или x делить на 1 минус x? x. Мм? Почему? А, нет. Вот и жена. Да. Вот есть x, и x делится на число, которое больше единицы или меньше единицы. В зависимости же от того, что это происходит. Какой x, да? Если x большой, то меньше единицы. Что-то меня почему-то смущает. Сейчас я посмотрю, что меня смущает. А, меня смущает, да, меня смущает. Мы с вами предел неправильно нашли. Мы с вами вот этот второй предел неправильно нашли. Давайте-ка еще раз вот этот. Давайте еще раз на него внимательно посмотрим. Здесь, вот здесь вот в знаменателе что стояло? Вот откуда, почему минус здесь стоит, когда t это равно π? Плюс. Здесь же плюс будет. Здесь плюс будет. Здесь просто s? Нет, здесь будет. Просто s. Вот это же просто s, тогда? Угу. Это будет просто s. Сейчас, сейчас, сейчас. Минус единица m квадрат. Теперь будет s минус m квадрат. Здесь s. Ну, правильно, но s это что такое? Это один плюс, ну, правильно все? Правильно? Один плюс x, да. А никто не заметил. Я помню, что что-то с пределами какая-то у нас и рунда стоит. Вот. Значит, здесь знак, знак плюс будет, да? Здесь знак плюс будет. В пределе знак плюс будет. И из того, что d минус косинус t, это еще дополнительный знак минус. Но я еще раз говорю, даже можно на это внимание не обращать. Просто смотреть. У вас мера должна быть положительной, потому что сечение положительное. Правильно? Да, это больше. Поэтому можно... Кто больше? Ну, x по идее больше. x по идее больше, да. x больше. То есть вот сейчас все правильно написано, да? Правильно написано. То есть x. А здесь еще дополнительный знак минус стоит. Можно его туда перебросить и написать пределы правильно. Ну, давайте так и сделаем. Здесь напишем y и по y интеграл от x на 1 плюс x до x. Вот. Все. Раскрываем скобки и считаем интеграл на сегодня. Вот мы сейчас полное сечение найдем с вами. На этом закончим. Ну, я в квадрате, потому что, наверное... А, сократили, извините. Раскрываем скобки просто. С пределами все поняли, да? Что мы там немножко неаккуратно с вами поступили. Потому что косинус здесь знак плюс стоит и минус. Вот я сутру. Что-то наш про пределы. Так. Ну, собираем все при y, да? При различных y. У нас есть единицы на y в квадрате, есть единицы на y. Есть просто константный член, и y в числителе, да? Давайте. Y в квадрате. Ну, при единице на y в квадрате. Собственно, он один член такой. Сразу считаем интеграл, да? То есть вот он при y в квадрате, мы его сразу считаем, да? Да, минус. Хотя, наверное, поменять это просто. Угу. Это какой-то единица на x. Минус единица на x. Минус единица на x. Да, это от интеграла по... От y в квадрате, да. Теперь от чего? От просто y. А, знаменателя. То есть есть здесь, здесь и здесь, да? Угу, значит, коэффициент сразу выносим, какой перед ним будет. Ну, и здесь стоит минус 2 на x, минус 1, и x на 4. Ой, что? Ну, это я сколько. Минус 2 на x есть, дальше что? Есть минус 1, и плюс x делить на 4. Да. Угу. И берем интеграл по y, по dy делить на y. Это что у нас будет? Логарифм. Логарифм от чего? Так, что будет логарифм? 1 плюс x. Логарифм от 1 плюс x, совершенно верно. 1 плюс x. Окей. Дальше у нас есть константные члены. Константные члены у нас вот он. И первый, да. Ну, их к общему знаменателю сразу приведите. Будет. 1 плюс x делить на x в квадрате, да. И результат интегрирования. Это что такое? Верхний предел, минус нижний предел. Ну, к общему знаменателю приведите сразу. x можно вынести. Почему здесь минус 1? Сейчас я это из квадрате. Знаменателю. Это будет x на 1 плюс x, а здесь x будет, да. x. Ага. Хорошо. Это мы взяли от константных членов. И еще вот такой вот есть. Там скобочку. Закройте. И последний член, не подчеркнутый. И интеграл от y, это что такое? Ну, с коэффициентом. 1, 2. 1, 2. То есть здесь будет не четверка, да, а восьмерка. Восьмерка. Угу. Во, скобка большая закрылась. Ну, давайте упростим, простим немножко. Первые, первые два слагаемых. Что останется? По x. По единице просто. Просто единица. Так и пишем единица. Так, вот из этого слагаемого давайте x на 4 вынесем за скобки. Просто как так обычно записывают это сечение. Останется, что там единичка, да. Ну, есть просто из скобки единица. Минус 4 на x. Минус 4 на x. Минус. Минус 2. На 8. На x квадрате, да. По обратным степеням x написали. Хорошо. Вот это все во что перейдет. Все. Вращается. Здесь будет просто x квадрат. Ага. То есть это все тоже единица. Тоже единица. Угу. Ну, и здесь тоже надо как-то, наверное, упростить. x квадрат общий выносим. Угу. А, слушайте, да, давайте это так оставим, как есть. То есть там что остается? Единица, минус. Единица, минус. И один на скобку. Это при высокоэнергетическом пределе удобно так и оставлять. О, отлично. Ну и все. Давайте теперь из всей большой вот этой круглой скобки, вот этой круглой скобки, вынесем x на 4. Я это зачем манипуляции делаю? Чтобы к стандартному виду это сечение привести. Где-нибудь сверху. А сверху все можно уже убрать. Мы уже ответ выписываем. x на 4 выносим, значит, что здесь останется? 2π α делить на m квадрате. Это что такое у нас? Как на лекции этого как мы обозначали? Ну, это просто обозначение. Как называется? α делить на m. Лоя-Боровская. Классический радиус, Re. Классический радиус электрона. Re в квадрате. 1x мы вынесли, 1x остался в знаменателе. То есть пишем x в знаменателе. Это наше полное сечение, да, sigma totals. Окей. И скобка открылась. Да, здесь двойка такая шутная. Сначала пишем большие, большие члены. Вот эти давайте напишем. Большие я имею в виду при больших иксах. Когда x большой, то есть это инварианты s много больше массы у нас, эти члены будут большими, этот логарифм будет большой. Дальше у нас была двойка, да, двойка, и мы вынесли x делить на 4. То есть она превратилась в 8, да, совершенно верно, 8 делить на x. А от вот этого x делить на 4 мы вынесли 1, 2, а скобки раскройте сразу. Просто они, эти члены по-разному себя ведут при больших иксах. Здесь будет 1, 2. Это член, который на константу выходит при больших иксах, да. Минус 1 на 2. Вот. Вот такое выражение мы с вами получили. Такое замечательное выражение. Для него сразу можем написать, чему будет релятивистский предел равен. То есть это x много больше единицы. То, что мы на лекциях выписывали. То есть мы получили вот такой вот ответ. Коэффициенты у нас все вроде правильные. Все правильные коэффициенты. x остался. То есть здесь от единицы остался логарифм, да. Хорошо. Плюс 1, 2. Ну и если мы вот здесь вот члены единицы на х пренебрегли, то вот этой единицей мы тоже должны пренебречь. Правильно? Потому что в разложении логарифма учет этой единицы – это члены единицы на х. Вот такое выражение. Мы его с вами писали на лекциях. Вот это все, асимтотическое выражение при больших иксах. Давайте последнее, что мы сделаем, просто уже писать ничего не будем, проследим, откуда вот этот большой логарифм возник. Из каких членов? В матричном элементе из каких членов он взялся? В интеграле по y он возникал из dy делить на y, правильно? И в dy на y был член единицы на 4х. Мы его вынесли как раз наружу, это единица, да? Ну из каких? А, из этих, да. То есть он, то есть этот, вот этот интеграл, он взялся вот отсюда. Из этого члена, да? Ну, их два таких, да? И он такой, и где он еще? И вот он. Нет, погодите, не вот. Не-не-не-не-не. От этого у нас не шел большой логарифм. Потому что здесь же, от этого у нас шла последняя скобка. Здесь же стоит y делить на x. От него, от y до x ничего не пошло, да? То есть из вот этого слагаемого, из вот этого слагаемого, это как раз слагаемое, которое у нас в функции какой? f или g? g, да? То есть из перекрестных вот этих членов в квадрате матричного элемента пошло, пошло слагаемое, дающее... В f тоже, в f тоже, в f сейчас, оно как раз у нас в f, из f, да? То есть не из перекрестных, а из прямых диаграмм, наоборот. Вот из... Это... f от us, да. Да, и оттуда оно и пошло, действительно. Да, совершенно верно. То есть у нас большой логарифм набрался в той области, где u-m в квадрате достаточно малая величина. Ну вот в качестве простого домашнего задания... Спасибо, Эльдор, большое. Молодец. Получить нерелативистский предел. Нерелативистский предел. Ответ мы знаем. Какой ответ для нерелативистского предела? Из классической электродинамики его еще знаем. 8... 8π на 3 Ре в квадрате, да? Вот эту единичку вы в обычной электродинамике получили, а здесь мы можем получить следующий член разложения. При малых... Это предел, отвечающий малым x, правильно? Когда s близко к m квадрату. s близко к m квадрату. Вот следующий член будет минус x. Вот это получите, пожалуйста, дома. То есть то, что мы в нерелативистском вычислении получаем, оно немного уменьшает этот предел. Вот я все-таки вам советую его получить, потому что здесь нужно раскладывать вот этот логарифм до аж до третьего члена, чтобы ухватить вот этот x. То есть все предыдущие порядки, они все сокращаются. Здесь довольно сингулярное выражение, если посмотреть, при малых x. Смотрите, здесь x в знаменателе, и здесь x в квадрате. То есть так вот на него глядишь, и его сингулярность как будто бы единица на x в квадрате должна была бы быть при малых x. А нет, все эти сингулярности сокращаются, вплоть до единички. Поэтому нужно достаточно далеко раскладывать этот логарифм, чтобы нерелативистский предел найти. Ладно, хорошо, мы сегодня давайте закончим. Вопросы есть какие-нибудь? Все понятно. Это достаточно простое такое вычисление, просто оно муторное, и надо его проделать, потому что у вас в прошлом году его не было, как я смотрел. Продолжение следует...